Хорошо, мы по этой системе работать будем. То есть все начинается с доминирующего чувства детства, потому что человек рождается, он рождается в семье и смотря какая семья, это дает человеку большое прекрасное будущее или смотря какая семья, это может дать человеку большой и огромный балласт или как сказать груз или тормоз на всю жизнь. И родители, к сожалению, многие родители не понимают, что они там делают, многие не понимают. Живут как попало, передают детям как попало и в конце концов бедные дети в жизни очень сложно ориентируются и в конце концов занимают кто свою позицию. Один сгибается, другой перегибается, третий как-то оставь меня в покое и вот так каждый человек живет. А если семья дает детям подпитку для жизни, то эти дети, они открытые, глаза сияют, они знают где нет, они знают где да, они знают когда остановиться, когда бежать. То есть это такие уверенные, раскрытые, свободные и так дальше, так дальше дети. Я вам расскажу маленький пример из нашей личной жизни. Мы были в шестом семестре богословского образования и Бог нам подарил первого ребенка. Великая радость, роды прошли и меня позвали к врачу и сказали с вашим сыном что-то не в порядке. Сначала они сказали с вашим сыном не в порядке, там поджелудочная железа отдавила, передавила кишки. Он был 7 с лишним месяцев, короче не совсем доношенный, кило 900, такой маленький парнишка был. И говорят, короче надо весь живот вскрыть, вот так операцию сделать. А он сам такой маленький-маленький был. И надо поджелудочную железу отделить от кишков, потому что она отдавила кишки. И мы не знаем есть проход или нет там где отдавила все. Мы должны сейчас сразу оперировать. Я так стою в шоке таком, сейчас сразу оперировать. Они говорят, ну может он и не выживет, потому что сложная операция и так дальше. А может и выживет. И меня это как-то начало там мотать, и туман такой. И я стою, она дает мне бумажку и говорит, подпишите, что мы можем оперировать это все. Ну я подписал, не понимаю, что там делаю. И потом спрашиваю, а это все или еще что-то. И она так смотрит, ну вы понимаете, мы не уверены, мы думаем, что у него есть еще три змея 21. И я так стою, так говорю, а что такое? Ну есть такое понятие, как синдром Дауна. И я так стою, синдром Дауна, тоже не знаю. Ну образование у меня такое было, которое я не знал, что такое синдром Дауна. Нигде в жизни сталкивался. И вот так стою, синдром Дауна тоже не знаю. Потому что я близко и рядом, никого не знаю. И потом она говорит, ну в Германии, не знаю как здесь или в России, не помню, говорили или нет. Короче, в Германии, в народном обществе говорят это мангалоиды. И когда сказали мангалоиды, я говорю про более 20 лет назад, когда сказала мангалоиды, то вот это я знал. Я говорю, вы хотите сказать, что мой ребенок по жизни ненормальный? Она говорит, да. И меня здесь кипятком ошпарило. И вот мы тогда с Божьей помощью приняли этого ребенка, если Бог дал, Бог и поможет. Начали его взращивать, воспитывать, вести и так дальше. И вот этот ребенок, он начал расти, ему сегодня, вот сейчас в январе будет 22 года, он классный супермен, он очень-очень классный парень. То, что сложно было вначале, стало великим благословением. Это я говорю, потому что так есть. То есть, столько, сколько мы смеемся и действительно радуемся с этим мальчиком, ни с какими другими детьми ты не можешь так радоваться. И мы часто говорим, всем людям не хватает немножко синдрома Дауна, чтобы они просто расслабились и наслаждались жизнью. А то все берут так же серьезно, так умно, так как-то. А он беспардонный. Если у него мысли такие, то он говорит. Если мысли такие, говорит. Если чувство такое говорит, если чувство это говорит. Короче, он все скажет, все открыто, все прямо. Ты всегда знаешь, что в нем происходит. Самые глубины, если ему девочка нравится, он пойдет и скажет. Ты мне нравишься, ты такая красивая. Выйди за меня замуж. Она краснеет. А те, которые уже 30-й раз от него это слышат, они больше не краснеют. Короче, что я хотел сказать. С этим мальчиком мы ходили, всю жизнь ходили, сегодня меньше ходим к врачам. И вот врачи, когда смотрели на него, они сразу говорили по его поведению, по его всему вот этому, они сразу говорили, видать, в этом ребенке, видать, что вы в него вложили. Что именно? Что они имеют в виду? Он заходит к врачу, такой, я здесь хозяин. Вот так он заходит, да? Я здесь хозяин. Потом, здравствуйте, меня зовут так и так, а вас? Спрашивает, или тебя, если так, да? Потом, а что-то такое? А подари мне вот это, дай мне вот это. И всякое такое, такое открыто, такое, глаза сияют, такой. Потом они ему отвечают, смотрят, слушают, но не соглашаются, хочет все равно это. И так дальше. Врачи смотрят и говорят, видать, что вы в него вложили, что в нем есть. И вот это дает ему что? Свободу. Дает ему такую открытое поведение, дает бескомплексное. Теперь переносим на нашу церковь. В нашей церкви он пуп земли. То есть, если в нашей церкви спросишь, что особенное в нашей церкви? Я убежден, кто-то обязательно скажет, особенность нашей церкви это этот мальчик. Почему? Потому что он родился в этой церкви, и он до сегодня в этой церкви. Короче, он молится громко, он поет, он очень любит на барабанах играть. И недавно стоит на первых рядах и громко молится. Ему не дают на барабанах играть. Потому что группа пославления своих барабанщиков имеет. И он, ну не стопроценно так держит. Он хорошо играет, но не стопроценно. И поэтому он, ну не барабанщик официальный. И вот стоит сначала дома, гудит, гудит папа. Я хочу на барабанах, хочу на барабанах. Короче, всем уже сказал, он хочет на барабанах. Но его как-то не слышат. И вот он молится. Сколько? Два месяца назад было, может, шесть недель. Молится громко в церкви на первых рядах. Господь, я славлю тебя за наших пастырей. Благослови за наших старейших. Благослови их, дай им мудрости. Чтобы они хорошо церковь вели. И открой им глаза, чтобы они поняли, что я мой дар. Играть на барабанах тоже жить хочу. Короче, и молился, чтобы все услышали. Он ведь тоже хочет. И так дальше. В нашей церкви люди к нему относятся очень свободно, открыто. То есть, он один из нас. И его никто никуда не толкает, не пихает и так дальше. Откуда-то все идет. Много лет назад люди смотрят на кого первым делом? На родителей. На родителей. А наш парень, какой он был? Он очень любил, всю жизнь любил музыку. И были ситуации, где он выбегал. Прямо я как пастор сижу на первых рядах, обычно. И он выбежал на сцену. Там, где Регин стоял. Регин сейчас ушел со своего пульта. Встал вот так. Здесь церковь, а здесь хор. И он вот так. Какой общий пение шло. Он вот так бахал, короче, на церковь и на Регин. А его пульт свободный. Наш сын вылетает, встал и хором управляет. Короче, супер! Что делает церковь? На кого они смотрят первым делом? На родителей или в этом плане? Он у меня сидел. Я его не успел удержать, он убежал. Короче, я сижу, улыбаюсь. Значит, что делает церковь? Улыбается. Но я сижу и думаю, сколько секунд церковь будет улыбаться? А когда они скажут, батя, убери твоего пацана, когда будет плохо? Вот так. Это ведь процесс, это не так что легко делаться. И я тогда посидел, не знаю сколько секунд, посидел, улыбался. Церковь улыбается. Потом я встал, пошел на сцену, обнял его, так прижал. И вдвоем сошлись со сцены, сели на место. Он герой. Церковь смеется, батя смеется, сын смеется. Все довольны. Теперь, если бы он выбежал, а у меня комплекс, что будет с церковью? По всей вероятности, в церкви будет комплекс. По всей вероятности, родители не справляются, церковь не справляется, и парень не справляется, в конце концов. И вот этот круг закрылся в комплексах. И такое мы видим сплошь и рядом. Рождается ребенок, такое. Родители не справляются, родители пережили, перекос пережили, травму пережили. По каким-то причинам они не свободные. И вот с этим комплексом живут. И все, передают комплекс на братьев и сестер, на этого человечка. Передают комплекс на родство, передают дальше. И в конце концов все, как заколдованные, сидят и не могут нормально жить. Почему? Потому что внутренний настрой неправильный. Внутренний настрой – это не свобода, а перекос. И этот перекос, он у одного происходит из-за рождения ребенка, как у нас. У другого происходит из-за аварии. У третьего происходит, потому что он пережил отвержение. Потому что его оттолкнули, эмоционально оттолкали, и он стал одиноким. И в конце концов он травмированный. И теперь по жизни травмируют других. Передает этот отпечаток другим. Его отвергли, и он травмированный теперь. И так дальше. Этим очень важно показать, что в нас заложено, осознанно или неосознанно, мы отложили это. Это дает нам отпечаток. Отпечаток на всю жизнь. Почему я свободный человек? Я не знаю, я здесь 100% корректный или нет. Когда наш сын родился, мы были в шоке. Можно себе представить, мы были в шоке. У моего отца 7 сыновей, такие деловые сыновья, такие крутые, дочеря, классно замуж вышли, все нормально. Приходит Руди домой и говорит, папа, у нас первый сын инвалид. С синдромом Дауна. И здесь моего отца переклинило. И мой отец, он не знал, а у него менталитет такой был, это черное пятно, у него менталитет был последствия греха, у него мышление было, это какое-то наказание, кто-то нас наказывает. Короче, у него винегрет в голове был. И он, короче, несколько дней вот так, и вроде бы три дня прошло. Я пошел к отцу после рождения, три дня, я пошел к отцу, и отец мне выдал все, что он думал. Короче, он мне выдал, вот тебе твое наказание за грехи, короче, винегрет такой вылил на меня. И мне так тяжело стало, я туда посмотрел на отца и сказал, отец, за эти все слова ты будешь перед Богом отвечать. Я развернулся, ушел. Мне очень больно было. У меня здесь ребенок, я не знаю, куда кривая выведет, с другой стороны, отец странно себя ведет, его тоже переклинило в этих всех мыслях. И, короче, надо моего отца понимать, отец мой воспитывался в Советском Союзе, и отец мой всегда был прав. Даже если он не прав, потому что он отец, он прав. И если даже он, потому что отец не сработал, и он опять не прав был, то отец тогда садил нас в машину, и он нас катал по городу детей. И этим он просил, типа, прощения, или этим он сказал, все, мы смиряемся, или он нам давал конфетки, или покупал подарочки. Короче, через такие жесты отец, типа, показал, все в порядке, живем и радуемся дальше. Ну, так было, я говорю про 70-е годы и так дальше. Я знал, что мой отец такой, и я не знал, куда кривая выкидывает. Короче, проходит еще несколько дней, и я пошел к отцу, к родителям, пошел к родителям, и отец, да, встречает меня, подошел ко мне вот так близко где-то, и со слезами на глазах говорит, вера жизни, говорит, Руди, прости меня, я был не прав. И с меня вот это, скажем, вот этот комплекс, вот эти чувства, вот эти судороги, вот эти прызги, пляски, все, что во мне вот там как-то гуляло, все вот так отрицательно, с меня это вот так ушло. С тех пор, я мог принимать моего сына, как свободный человек. Мы идем по городу, до сегодня, мы идем по городу, все на него смотрят. То есть, на него люди везде смотрят. И мы идем по городу, мне все равно. То есть, у меня ноль, у меня там, мне не стыдно, мне не позорно, у меня не проблемы, ничего. Ну, мы с ним идем по городу, обнимаемся, за ручку держимся. Надо понимать такого ребенка, да, и все отлично. Люди смотрят, мне не стыдно, мне не позорно, у меня не комплекс. Мы его тащим по всему миру. Мы в прошлом году пять недель в Америке были, по всем там адресами, церквями людям ходили. И люди все радуются с ним. И, короче, с нами все хорошо. Мы по Австралии с ним гуляем. Раз Бог когда-то в Израиль прилетил. И, короче, по России там были. У нас нету проблем с этим мальчиком. Бог его вот так, в конце концов, сотворил. По-другому сказать, смотря какая богословие. Бог допустил, в конце концов, вот это все. Я читаю писание, написано, дети дар Божий. Нас надурили, меня надурили тоже. Мы были запрограммированы. Здравые дети, это дар Божий. А дети с недостатками, это типа проклятие какое-то. И я сказал, нас обдурили. Все, кто такую ересь гнал, они не правы, а права лежат в Боге. Если Бог подарил нам ребенка с синдромом Дауна, значит, это не позор, это не стыдно, это свобода. И мы живем как свободные люди с этим мальчиком. И просто радуемся и наслаждаемся. И наша жизнь продолжается сейчас уже почти 22 года с этим мальчиком. И слава Богу. Внешне у него такой вот синдром, а внутри он совершенно другой? Уже свободен внутри? Это солнечные люди называются. Они действительно солнечные люди, да. Он же в духе свободен же, правильно? Да, он свободнее, чем ты. Это ты имеешь в виду, это потому что внешние люди смотрят. Общество не готовое. А внутренне? То есть, что мне очень важно сказать. Синдром Дауна, это ведь конкретное, как бы сказать, понятие. То есть, синдром Дауна, значит, у него есть тормоза там, 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 там. То есть, ненормальности, скажем, там, 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 там. И все. То есть, он не нормальный ребенок. Он другой. Поэтому мы можем сейчас говорить, что хотим. Он другой, он ненормальный. У нас есть разные дети, он индивидуально свой парень. Теперь, что очень интересно. То есть, математику он не волокет. То есть, ему 2 плюс 2 может 10 быть, 10 минус 2 может 20 быть. Вдруг опять попал правильно, да. То есть, математика у него все катастрофически. Ну, он не бухгалтер. Но как доходит до духовных истин, духовные истины, то у него это так срабатывает. То есть, он так понимает, он так любит Бога, так любит Иисуса. Он так живет с Ним, он так молится, так все духовно. То есть, вот духовные истины он четко понимает. И у меня иногда впечатление, как будто, вот когда у нас так, когда я проповедую, или когда наши проповедники, вроде бы все, когда проповедуют, он все равно, где он сидит, он садится на первый ряд. Потому что часто у нас дети сидят на первом ряду, потом они выходят, потом становятся свободные ряды, и он тогда приходит, садится на первый ряд и слушает проповедника. И когда проповедник такие элементарные духовные вещи говорит, такие элементарные, такие конкретные истины, которые, типа, Бог, он не может по-другому, чем только тебя любить, например, такие, да, то он сидит, аминь. Конкретно, то есть, когда проповедь так идет, 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 он сидит, слушает, слушает, так, слушает. А как ты так, вот так, утверждение такое, 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 богословское утверждение, Бог, это любовь, например, или Бог, он спасает людей, Бог дает надежду и так дальше. Когда такое утверждение идет, он сидит, аминь. Или когда проповедник скажет про свадьбу что-то, он тоже, как только свадьба, как только невеста, так все, он сразу, он сразу там. Да, значит, к чему это все? Мы должны понимать, что всякое происходит, мы откладываем что-то в нас. Иногда осознанно, иногда неосознанно. И то, что мы откладываем, это программирует нас. И в конце концов, программа выдается. Мы требуем свободное поведение, а запрограммировано в человеке не свобода. Мы требуем взрослое поведение, зрелый, взрослый человек, а поведение иногда странное, непредсказуемое и детское. Почему? Потому что человек что-то заложил, до конца не понимал, что он заложил. И вот это его или им управляет. Это мной управляет, это тобой управляет. Поэтому важно в это, как бы сказать, что там происходит, свет внедрить или то, что там заложено, озвучивать. И мы будем многие вещи здесь озвучивать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!